Друзья, сегодня мы вместе с вами приготовим домашний, очень ароматный, с хрустящей поджаристой корочкой хлеб. Конечно же, он мягкий, безусловно, очень пышный. Даже вот не знаю, как вам мягкость показать. Наверное, вот так покажу вам. Рецепт, отказаться от него просто невозможно. Всем привет, друзья! Сегодня с вами Елена на канале «Найди свой рецепт». И я научу вас, как приготовить в домашних условиях хлеб. Хлеб мы будем готовить на сыворотке и на муке второго сорта. Хлеб, приготовленный на сыворотке, очень пышный, а с мукой второго сорта он безумно-безумно полезный. Ведь там содержится большое количество клетчатки, отрубей, аминокислот и огромное количество витаминов. Такой хлеб я призываю вас кушать, а мы сейчас с вами его приготовим. Для нашего рецепта нам понадобится мука второго сорта, растительное масло, отруби, 50 мл воды, чтобы развести дрожжи, а также сахар, соль и, конечно же, сыворотка. Берем дрожжи, дрожжи у нас свежие, я беру пол пачки, это 50 граммов. Дрожжи нам нужно положить в воду и растворить их. Вот я предварительно их вот так вот сделаю, чтобы нам потом их не мять в воде, чтобы они такие были быстрее у нас дело с вами пошло. В теплую воду добавляю и также добавляю 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем всю нашу смесь, так чтобы у нас дрожжи растворились. В теплой воде это происходит очень быстро. Также хочу заметить, что со свежими дрожжами, друзья, хлеб необыкновенно вкусный. Советую все-таки не с сухими готовить, а со свежими. Так, мы развели наши дрожжи, дадим им постоять, они уже в принципе начали работу, вот выделяются пузырьки. Я их убираю в стороночку. Друзья, так как хлеб мы будем готовить с трубями, нам необходимо перемешать муку и отруби, так чтобы они были однородной массой. Я высыпаю муку в миску. Конечно, вы можете взять муку разносортную, можете, если хотите, пшеничную муку взять. Она прекрасно подойдет для нашего рецепта, все только по вашему вкусу. В муку я высыпаю отруби. Отруби мы берем 70 грамм, у нас 700 грамм муки и 10% от муки я взяла отруби. И перемешиваем так, чтобы у нас все здесь стало однородно, чтобы отруби у нас хорошо перемешались с мукой. Отмериваем 500 миллилитров сыворотки. Если вдруг вы не нашли сыворотку, можете приготовить хлеб на воде, на молоке. Но вот мой совет приготовить на сыворотке. Сыворотка у нас должна быть комнатной температуры. Если берете молоко и воду, даже их можно немножко погреть. Дрожжи у нас заработали, посмотрите. Они у нас поднялись такой пышной шапкой, запузырились и полностью готовы к работе. В большую миску я выливаю сыворотку. Сахар я высыпаю в миску. Сахара на весь рецепт мы берем 120 граммов. Одну ложечку, не забывайте, с этого веса мы взяли в дрожжи. Добавляем 1 столовую ложечку соли для вкуса хлеба. Соль у нас такая средняя, поэтому я взяла с небольшой горочкой. Также добавляем полстакана растительного масла. Либо в миллилитрах, это будет 120 миллилитров. Я немножко так перемешиваю все наши ингредиенты, которые у нас есть. Выкладываю дрожжи. И начинаем добавлять муку. Сколько муки брать? Конечно, это зависит от сыворотки воды или молока. Здесь у нас все завешано. Для нашего рецепта я вам точно скажу, сколько граммов. Но, как я уже сказала, 700 граммов здесь у нас муки и 70 граммов отрубей. Я так добавляю, чтобы нам замесить тесто. То есть, никакими не порциями. Вот добавлю, перемешаю, чтобы просто нам было удобно перемешивать. Я выложила половину муки. И сейчас я перемешаю жидкую основу и сухую. Никакие мы цели не преследуем. Мы просто перемешиваем мокрую сухую основу. Добавляю оставшуюся муку. И перемешиваю все наши содержимое чашки. Когда мы готовим домашний хлеб, готовим домашнюю выпечку, булочки, пирожки, конечно, мы должны быть в хорошем присутствии духа, иметь хорошее настроение. Если у вас такого нет, то можете расслабиться, включить себе музыку и найти это настроение. Сходить погулять. И, в принципе, вот всего лишь что и нужно. Мы же с вами продолжаем. Муки нам недостаточно. Поэтому я еще добавляю. Специально делаю замер муки. Сейчас точно скажу, сколько в граммах нам придется добавить. Как вы видите, я замерила еще 100 граммов муки. И небольшими порциями сейчас буду добавлять в наше тесто. Так, все я высыпать не буду. Высыпала чуть больше половины. И сейчас сформирую тесто. Оно у нас должно быть таким, чтобы оно у нас имело форму. Чтобы у него каши-малаши было, не как тесто на оладье. А чтобы вот сформировалось тесто, вот такое меня полностью устроит. Я замешиваю. Итак, друзья, муку я не всю использовала. Отставляю ее в сторонку. Она нам пригодится. Сейчас покажу, какое у нас тесто. Оно у нас сформировано, но прилипает к рукам. Так как тесто у нас достаточно тяжелое. Оно сделано на тяжелой муке с добавлением отрубей. Это нормальное явление. Больше я муки сюда добавлять не буду. Я оставляю его для поднятия. Накрываю чистой салфеткой. Ставлю в теплое место. Вот у нас сейчас зима. Теплое место это батарея. Самое главное, желательно, чтобы не было сквознячков. Если дома прохладненько, можно погреть духовочку. Затем ее выключить и поставить в теплую духовку. Так, чтобы комфортно было нашему тесту подниматься. Засекаем время. Оставляем наше тесто на 40 минут. Дорогие мои, время прошло. Прошло 40 минут. И мы сейчас посмотрим наше тесто. Ну, оно великолепно поднялось. Такое пышненькое, живое. Мне нравится его фактура. Мы сейчас его будем выкладывать на стол. Присыпаю стол мукой. Тесто у нас сейчас насыщено углекислотой. Процесс брожения идет. Тесто у нас кислится. Это нормальная вполне реакция. Вот посмотрите, какое оно у нас здесь пышное. Все пузырчатое. Очень-очень хорошо видно. Я его выкладываю. И сейчас такой момент, что нам с вами нужно выпустить эту углекислоту всю и дать возможность еще нашему тесту подняться. Конечно, мы обязательно ее выпустим. В наше тесто мы можем сделать добавки. Какие добавки могут быть? Это может быть тмин. Это может быть кориандр. Это может быть изюм, семечки, пожалуйста, подсолнечника, пожалуйста, орешки, самые разные любые, маслины, оливки, вяленые помидоры. Набор может быть огромен. Все только по вашему вкусу. Мы сегодня делаем классический рецепт, поэтому добавочки я сегодня делать не буду. Я замешиваю тесто так, чтобы оно выпустило углекислоту. Как вы видите, оно прекрасной фактуры. Такое и не жидкое, и не густое, не перебитое ни в коем случае мукой. Я очень-очень довольна результатом. Вот сейчас я его замешиваю, выпускаю углекислоту. Красивое, очень ароматное. Когда мы готовим тесто, конечно, мы же приговариваем. Сейчас я вам покажу, какая фактура у нашего теста. Тесто у нас очень мягкое, в то же время оно не прилипает к рукам. То есть такая фактура очень приятная. Оно готово к тому, чтобы мы еще разочек его поставили для поднятия. Конечно, ни о какой клейкости еще речи быть не может. Я его отправляю в миску. Также мы его ставим в теплое место. Вот у нас в духовке такое великолепное теплое место. Теплое и темное место, что там тесто просто вот моментально поднимается. Вторично мы его ставим еще раз на 40 минут. Стол я присыпала мукой. И обратите внимание, как у нас хорошо лезет через края теста. Тесто, смотрите, когда я готовлю тесто, я всегда приговариваю с любовью, ну вот как к живому к нему отношусь. Вот хотя у нас хлеб достаточно тяжелый, я считаю, тесто у нас очень хорошо поднимается. Любое тесто, когда готовлю, всегда вот прошу, ну пожалуйста, ну поднимись. Ищу для него такое хорошее место. Забочусь о нем, вот с любовью, как будто бы оно у нас настоящее, живое. Вторично я обминаю тесто, выпускаю всю из него углекислоту. Обратите внимание, оно у нас не прилипает к столу и к рукам, значит добавлять муку я не буду, просто вот удаляю из него углекислоту. И третий раз, заключительный, я ставлю его подниматься. Если вы торопитесь и спешите, и вам срочно нужен хлеб, вы можете третий раз на расстойку тесто не ставить. Но чтобы хлеб у нас был идеальным, я его ставлю третий раз, даю ему подняться. И третий раз я уже ставлю на уменьшенное время, это будет 30 минут. Друзья, тесто наше поднялось третий раз, вот не буду хвастаться, но я довольна очень даже. Мы сейчас его обминаем и будем с вами раскладывать по формам. Посмотрите, какое оно у нас воздушное, уже выработала клейковину. Я довольна результатом. Конечно, оно пузырчатое очень, немножко, совсем чуть-чуть я присыплю мукой, но как видно, оно у нас к столу не прилипает. Капельку вот так, чтобы удобно было с ним работать. По большому счету хлеб приготовить совершенно несложно. Единственное, что вот время, когда мы отдаем для поднятия теста, ну в принципе вы его обмяли и пошли там, телевизор посмотрели, обмяли, пошли погуляли там, прогенералили. То есть время есть, можно как следует поделить время и распределить его правильно. Я делю тесто на кусочки и выкладываю их в формы. Форму предварительно я смазала растительным маслом, вот оно даже немножечко лишнее есть. Я выкладываю в форму. Формы у нас все-все разные. Я хочу вам показать, какое количество нужно правильно выкладывать. Хлеб мы должны выложить так, чтобы он у нас занимал треть формы. Ну вот это вот как бы много, поэтому из этой формы я переложу в большую форму. Думаю, сюда будет в самый раз, да. Посмотрите, третью часть у нас занимает в форме тесто. Это правильно. Оно у нас должно сейчас подняться, будет на расстойке. Я это убираю в сторонку. Друзья, тесто я разложила по формам. И мне сейчас хочется сделать такую булочку ностальжи, которая у нас была в детстве, обсыпанная сухариками. Вот мы здесь готовили с мужем сухарики. Я сейчас обваляю наше тесто в сухарях и выложу его в форму. Вот такой вот хлеб мне хочется сегодня приготовить. Можно кунжутиком подсыпать, если вы хотите. Выкладываю его в круглую форму. Вот так это выглядит. Посмотрите, пожалуйста. Друзья, тесто мы разложили по формам. Оно у нас красивое, воздушное, ароматное. Если хотите, можете сейчас кунжутиком присыпать, семечками подсолнечника. Вот как хотите, можете поступить. И сейчас у нас с вами очень важный процесс. Процесс перед выпечкой. Он называется расстойка. Процесс этот очень-очень важный. И он состоит в том, что мы должны с вами определить время расстойки. Минимальное 40 минут, максимальное до 2 часов. Вот если вы желаете прям великолепный хлеб получить, то больше часика. Мы будем на расстойке держать наш хлеб, наше тесто в формах ровно 1 час. Я накрываю его салфеточкой. И мы идем гулять. Тесто у нас великолепно поднялось на расстойке в 3 раза точно. Я очень довольна результатом. Прям вот улыбка у меня на лице праздничная. Сейчас нам нужно правильно его выпечь. Выпекать будем в разогретой духовке на 200 градусов. Она у нас уже разогрелась. На дно духовки я поставила сковородочку. В нее налила 1 стакан воды. Так, чтобы наш хлеб был воздушным и готовился на пару. Вот представьте, такая паровая баня. И также вот я взяла такую брызгалку, чтобы сверху сбрызнуть, чтобы у нас не образовывалась плотная корка, которая бы не давала нашему хлебу еще подняться. И если она потрескается, то точно будут такие неприятности. Поэтому хлеб я немножко сверху сбрызгиваю водой. Если нету брызгалки, то можно просто его смазать кисточкой обычной водой. Ну что, наша духовка, друзья, готова. И мы в нее ставим хлеб. Выпекать будем, так как форма у нас не очень большая, минут 35-40. Конечно, мы будем за хлебом за нашим смотреть. Друзья, время прошло. Прошло 35 минут. Как вы видите, мой небольшой секретик. Как только корочка поджарилась до нужного цвета, я накрыла фольгой. Так, чтобы у нас корочка ни в коем случае не была подгоревшей. Хлеб наш готов. Я выключаю духовку. Даю ему постоять при выключенной духовке еще 10 минут. И мы будем наш хлеб выкладывать. Друзья, хлебушек мы выложили из духовки. И нам необходимо его сейчас обязательно смазать сливочным маслом. Чтобы корочка у нас была более мягкой и нежной. Чтобы она такой не коркой была, а именно нежной и мягенькой. И, конечно, хлебу нашему нужно обязательно дать остыть, чтобы он остыл и дошел, доготовился. Даже я ручками маленько здесь подмажу. Хлебушек для себя делаем, поэтому как следует его распределяю. Накрываю салфеткой и в таком виде даю ему остыть, дойти. Так, друзья, мы смотрим, что же у нас хлебушек, как он у нас приготовился. Конечно, он еще теплый, горячий. Я покажу вам поближе, какой он у нас пропеченный, воздушный. Великолепная хрустящая корочка. Она не слишком жесткая, вот такая мягенькая. Хлеб, безусловно, очень хорошо пропечен. И посмотрите, какие края бока красивые, загорелые. Мы, безусловно, сейчас его попробуем. Не знаю, как вы, а я обожаю корочку. Мы сейчас обязательно с вами попробуем наш хлебушек. Безусловно, он великолепен. Советую вам стряпать хлебушек по нашему рецепту. Сейчас, конечно, попробуем. Посмотрите, какой мякиш. Он просто воздушный. Я пробовала разные рецепты хлеба. Вот нашла свой хлеб, который мне нравится, который любит моя семья. Хлеб по нашему рецепту получается очень ароматным, нежным и воздушным. А самое главное, он очень вкусный. Советую вам обязательно попробовать приготовить. И думаю, вы найдете рецепт своего хлеба. До новых встреч, друзья. До свидания. Не забывайте подписывайтесь на наш канал и ставьте нам побольше лайков.